Сказать о себе, я думаю, что я не умею столько интересновения обращаться к вам, как к брату Францбергановичу, потому что, знаете, я в Америке уже 25-й год жил. Там жениться, приехал туда молодым человеком и выучился. И, знаете, мы были первыми всегда, я имею в виду я, супруга. Но как-то вот эта жизнь, она немножко нас так потянула. Вы знаете, свобода, все это мы были в Большином Американской Церкви, почти 7 тысяч членов. И как-то даже и служение вроде, и все. А вот, знаете, старость в своей жизни допускать многие, ну как назвать это, увольности или как это было. Ну, у нас много, знаете, телевизор появился большой, у нас появился круг друзей такой, с которыми мы могли, знаете, куда бы пойти, где-то провести время, посмотреть футбол, еще что-то. Вроде бы не сказать, что мы решили, знаете, так вот большими греками. Ну, стали отходить одну. И у нас так получилось, что мы женились крепко, любили друг друга. Большого года у нас деток нет. Второй год тоже нет. А к нас немножко спрашивали, что у нас мы где-то, знаете, неудобно, шутками отговаривались. Да мы получились еще что-то. Потому что мы получились на работу хорошую, а дедовичный, в один отцвет у нас не было детей. Конечно, мы не к Богу, говорят, сказать. Но с другой стороны, мы к Богу так благодарны за эти годы. Бог буквально через вот эти испытания поставил нас на крыльях. И заставил нас пройти путем очищения. И когда мы все, все то, что мы понимали, что оно не нужно, не угождает Богу, от всего потихоньку очищались, исповедовались, начали молиться. Так получилось, что уже мы переехали поближе. Там была славянская церковь, мы вернулись в славянскую церковь. Знаете, так вот все это как-то пошло. И потом, как-то так вот, было особое такое благословение духовное, когда мы раскаялись все. И после этого Господь принял удивительный путем. И я принял служение. Еще у нас даже не было детей. А потом Господь подарил нам двоих детей. Поэтому я хоть уже так немножко вроде и постарше для этого, но у нас малые дети, девочки 11 лет, а мальчику 6 лет. У нас двое детей, мы готовы и 20. Знаете, мы очень любим детей, хотелось бы. Ну вот Господь нас навел таким путем. О чем я хотел сегодня поговорить, вы знаете, в продолжении того, что вот брат уже говорил, мне вспомнилось, когда в 2001 году я принял служение. И, знаете, получилось так, что буквально сразу там через месяц в одной церкви сложилась такая ситуация, что уехал в Христикер, и надо было ехать туда. И один из старцев, который был в Христикер, он на другой церкви поехал вместе со мной. И надо было процесс избрания всех проходить. И явно выходил, как вы знаете, один брат, неплохое проповедник такое, очень благополезный. И мы тогда вот после собрания пошли к нему домой, в хорошем доме, в таком жил семья, у него четверо леток. И все дети такие уже подростки там, знаете, 11, 12, 14 лет, и вот. И когда мы пришли и стали беседовать, и получился очень интересный разговор. Была жена, и вот он, и у нас двое. И особенно жена, она вот сказала обязательно такую фразу, говорит, вы знаете, мы понимаем, что такое служение, все, но у нас страх. И тогда брат остается, говорит, а почему вы так боитесь? И она сказала, говорит, смотрите, ту работу, которую имеет муж, он, говорит, не может продолжать, если принес служение. Он должен оставить эту работу. У нас, говорили, муж получает очень хорошо, мы живем материально очень хорошо. Если, говорит, он оставит эту работу и приведет нас служение, то, говорит, как восприняли это дети, что отец не сможет так вот, ну, материально содержать семью. А мы, говорит, как родители, потеряем авторитет в глазах наших детей. Вот у меня это когда фраза консультирует, вот это слово сразу пришло на баню. Ну, мы долго их седали, помолились, и согласились они на это вот служение, приняли служение. И на самом деле, они пришлось продавать дом, они, не знаю, маленькие, троги-куреты, там, и все такое, знаете. Но вот прошло 12 лет, и мне пришлось буквально не так давно быть там. Эти дети уже, ну, представьте сами, 12 лет прошло, они уже семейные, и все, да. С кончим уважением они относятся к родителям. Уже они в семье, да, все, вот мы были в воскресенье, после собрания, все семьи у отца собрались, что мама скажет, что папа скажет, все. Просто вы съелся. Почему так? Казалось бы, наоборот, должно было произойти, потому что они стали терпеть серьезный ущерб материальным планетам. И вдруг мы видим, вот такую реальность, и пустую. Такое глубокое благословение вот вообще в этом семействе. Вы знаете, друзья, я бы хотел продолжение нашей беседы сегодня. Почитаем место, которое зависело в первом послании Коринфина. И как бы по слову нашего рассуждения взять, здесь в седьмой главе написано с 29 стиха такие слова. «Я вам сказываю, братья, время уже горит. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ и мир, ибо проходит образ мира всего». Друзья, я понимаю, что все мы с вами, и как семьи, мы живем в продолжении мира. И то, что мы с вами называем мир, это не просто, знаете, если так можно сказать, только то, что вот мы побываем там, или еще что-то, да, но это нечто другое, это, если можно так выразиться, определенная, какая-то сложившаяся система стандартов и ценностей, которые принимает общество. И понятно то, что эта система, она сориентирована на видимом, на материальном. Она действительно, как бы, ориентирована на то, чтобы удовлетворять пожелания и похоти людей. И во главе этой системы Слово Божие нам говорит, недвузмысленно стоит «Князь мира», как сказал ему Христос. Я, вы помните, мы читаем, Иоанн Леонидович 14-й главе в 30-м стеке он говорит, вот идет «Князь мира». Он прямо так и назвал его. И посмотрите, если мы видим это, то я думаю, что мы тогда понимаем, что неудивительно то, что мы читаем в 1-м послании перед нами стоит, вы знаете, такой, какой-то определенный вопрос, да, что, ну, как бы, а что здесь, в общем-то, такого страшного? Но если мы на самом деле задумываемся о том, что во главе всего этого действительно стоит определенный «Князь», то мы тогда должны понимать, что в целом вся эта система и вот в самой сути мир направлен против Господа. И потому писание говорит и предупреждает нас о несовместимости духовного и, ну, вот то, что мы называем «миром». И я бы сегодня хотел, чтобы мы смогли как бы немножко посмотреть именно на наше отношение как семей к миру, или даже более того, влияние мира на нашу семью. Писание очень много говорит о том, чтобы мы удалялись от этого. Помните, апостол Павел Иерина на 12-й главе, он говорит «Не заобразуйтесь мир всем». Более того, когда мы приходим в 1-е послание Иоанна, во 2-й главе, а в 15-м стихе, то нам говорится «Более того, не любите мир, не того, что в мире». То есть писание нас где-то конкретно предупреждает об этом. Христос сам заявил, что говорит «Я не от мира сего». Он прямо это говорит. И в этом показана действительно нам вот вся суть того, что происходило, когда пришел Господь. Ему на ворная группа, и посмотрите, в те ценности, которые Он начал раскрывать, в ценности Царства и неизбежно. Даже для тех людей, которые считали себя девочкой, это произошло шок. Вот так взять, подумай, там говорит «Блаженные плачущие». Ну как плачущие могут быть плачущие? «Блаженные нищие» и думают. Ну как это что? «Блаженные плачущие» и «Блаженные плачущие» и «Блаженные плачущие» и «Блаженные плачущие». Ну посмотрите, все совершенно противоположно тому, что воспитывается в этом мире, что принято за какую-то высоту, за какие-то ценности, за то, за что борются люди. И, друзья, когда мы об этом говорим, то я думаю, что мы соглашаемся с тем, что на самом деле вот эти духовные ценности не так легко приняты, не так легко согласиться. С одной стороны, мы, как верующие люди, мы принимаем Иисуса Христа, мы радуемся спасению, которое Он нам дарил и так далее, но когда мы начинаем смотреть на те ценности, к которым призывает нас Исаня, и на то, будем говорить, жертвенность, которую мы должны где-то проявить, чтобы отказаться от чего-то, это не так легко. Это не так легко. Мы живем действительно в окружении мира. Мы пользуемся Его благами. Но писатель нам говорит, что говорит, мы, как верующие, время близко. И мы, пользующиеся миром всех, должны быть как не пользующиеся. То есть мы призваны жить как не, как будто мы не были в этом мире, как будто мы не пользуемся этим миром. И вы, друзья, я думаю, понимаете, что проблема заключается зачастую в том, что вот эту вот линию провести между тем, что жить в этом мире и как бы не жить, как бы не пользоваться этим, очень не легко. Я думаю, во многом нами накакается, что эта линия действительно такая, ну, если можно подкрыться, очень тонкая. И если не видеть этого, то я бы хотел сказать так, что это обязательно приведет к раду в семье, к раду в своем отношении, к раду в том, что наши дети будут уходить в мир. Мы встречаемся как служителя с этим сплошным рядом, и люди разводят руками и говорят, вот что не надо, где вот причина или еще что-то. Вы знаете, Господь очень часто, мы видим в Писании, проверял людей на зрение. Очень удивительно, помните, когда мы читаем в книге пророка Иеремии, в первой главе 20-й стих, да он ставит перед Иеремией палку проскуваю, да, и он говорит, Иеремия, что ты видишь? Иеремия говорит, движу шество ментального дерева. Господь говорит, правильно ты видишь. Мы видим Амоза, да? Он ставит на твес, он говорит, что ты видишь? Ну, а ты видишь, Иеремия. Он говорит, правильно видишь. Вот, знаете, как будто бы не видено, что? Господь просто проверяет наше зрение, хорошо мы видим или плохо. Нет, смысл гораздо другой. Помните, Господь Амарисеев сказал, мы читаем, что они слепые, вожди слепые. Вроде бы ревидиозные люди. Или Господь говорит, если око твое утро, то, говорит, и все делать будет, и говорит, темнота. И так далее. То есть, Писание нам конкретно говорит именно об этом, что мы. И вот сегодня, я бы хотел, друзья, чтобы мы посмотрели на Писание, вот говоря о семейной жизни, говорит о том, чтобы мы имели правильное отношение, касающееся к миру, и чтобы мир не оказывал того влияния, которое он оказывает в целом на всех людей. И вот, друзья, это очень удивительно, что мы сегодня видим в тех вещах и в том, чем мы пользуемся в наших семьях. Знаете, это очень важно. Вот, вспомните, такой пример мы читали во второй книге Царств, 23-й главе, когда написано, что Давид находился в укрепленном городе, да, а в долине, внизу, возле Вифлеева, стояли филистинские отряды. Сам Давид был родом из Вифлеева. И я не знаю, что произошло у Давиена, да, но он с этого города, сперва глядя вниз на Вифлеева, и он произносит такие слова. «Кто бы принес, дал мне воды, чтобы напиться из колодца Вифлеевского?» Вот представляете, да? Там стоят люди, в Вифлеевский окрад, он родом оттуда, ему захотелось попить воды из того колодца, где вот он всегда пил, как он. Казалось бы, больше ничего. И написано, трое окрадок, они пошли и принесли вам окрадок. Ну, знаете, вот так вот просто сказано, что они пробились через отряды филистинские, но вы себе можете представить, что это такое? Вот стоят отряды филистинские, вдруг они видят, что трое евреев из определенного города пошли. И они идут, где сразу, может быть, они не поняли, что они делали, да? Чем-то ближе подходят, а потом начало суверить. Начали люди падать, направо-дали падать. И они проходят, прорываются в воде, берут воду, ворачиваются назад, дают наливы и говорят, «На, петь буду». Помните, что произошло? Давид говорит, это не вода, я петь не буду. Как не вода? Вода, то, что ты хотел. Давид говорит, нет. Это кровь. И взял, и выявил ее на землю, послал Богу. И даст. Давид имел способность видеть нечто. Казалось бы, простая вещь – вода. Он говорит, нет, это не вода. Помните другой пример, мы читаем Иисуса Нарина, седьмая глава, у человека один по имени Анна. И когда они израильтяне захватили, или он, и он оказался там, и он потом сам рассказывает, и он говорит, я, говорит, увидел, увидел. И мне появилось. И что он увидел? Синарскую одежду, серебро, скидок золота. Он взял на него. Но что он не увидел, друзья? Что он не увидел? Он не увидел, что это смерть его и смерть всей его семьи. Так он сказал, что он был плавлен ко мне, и не только Бог, а все семейство его. Казалось бы, ну, при чем? Какое отношение о том, что Бог? Вы знаете, друзья, насколько действительно важно, чтобы мы могли вот видеть это. Вот там Писание говорит, что, мы когда читаем первое послание, говорите нам, а второе клавишко, Бог нам дал Духа не мира сего, для того, чтобы мы действительно могли нам здесь же, а он говорит, что, говорит, тот, который имеет вот это от Бога, Духа этого, так вот, он может судить отцом, он может видеть правила, он может понимать правила. Знаете, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы сегодня, может быть, мы их очень коротко, но посмотрели, что происходит в нашей семье. Оказывает ли мир пагубное влияние? Можем ли мы сегодня сказать, что мы по необходимости и пользуемся миром, но так как и пользуемся? Знаете, очень простой вопрос, да, вот я немножко коснулся нашу семью даже. У нас произошло так, когда Господь стал с нами разговаривать, и вот мы со своей супругой в один как день решили назначить пост, молитву. И так мы находились в посте, в молитве целый день. Я пришел с работы, и, значит, мы договорились до 7 часов, а я пришел еще немножко раньше. И, как вы знаете, по обычаю, она там что-то на кухне делает. Я сел на диван, у нас уже детей нет, вот включил телевизор, вроде новости посмотреть, но как она, знаете, новости, а там что-то переключил один канал, другой, и вот как-то так вот помело время, там пролетели полчаса, и в 7 часов нам надо становиться на молитву. И она ко мне подходит и говорит, может, пошли на улицу прогуляемся? А потом подумаем, сидят и прошли. И мы там вышли и дома, и я ей говорю, а чего вы пошли на улицу? Почему? Она говорит, а ты думаешь, ну как бы мы могли действительно помолиться? Да нет, конечно. И, знаете, мы не смотрели на чему приходу. И мы немножко погуляли, поговорили, пришли домой, потом взяли этот телевизор и вынесли на пусор. А вот так нам стало понятно. Я сегодня не хотел бы говорить, может быть, о телевизоре, или еще о чем-то, но хотел сказать друзьям, что мы сегодня видим. В наших домах стоят телевизоры, мы пользуемся компьютерами, мы своим детям в подарки дарим айфоны, айканы, смартфоны, еще что-то. И мы видим в этом, как достижение технологии, как что-то, знаете, то, что, ну, нашим детям нравится подарить. Хорошая няга. Посидели, вот они, возьми ключи, мультики поставили, будут смотреть, не будут баловаться, еще что-то. И так дальше. Вот что мы видим в этом? Что мы в этом видим? Вот в нашей церкви произошел один случай, у нас сейчас большая болитва и переживание, был один подросток, мальчик, и сейчас он полностью так, никогда не стоился членом, но отошел, и сейчас на работе, как родители плачут, и все. Но я вспоминаю, знаете, когда было ему несколько лет назад, 12 лет, но после школы, пошел где-то подрабатывать немножко траву, где-то косить у соседей, там, еще что-то, и я вдруг смотрю, где-то там посередине, там, с подростками остался беседовать, смотрю, он вытаскивает, значит, вот этот, дорогой, как мы называем, смартфон, на котором есть интернет, и все это. Знаете, я так глянул, меня это так, как-то, так это взволновало, я подражал к родителям, я говорю, почему у вашего сына вот такая вещь, ведь это же настоящий капилл, он подключен к капиллу, там все. И родители мне говорят, ну, он сам заработал деньги, он говорит, так хотел, он говорит, купил, я говорю, ну, жили вы не понимаете, что там столько грязи, там взрослые не могут устоять перед искушением разной аморабости, которые там, так вот, этот маленький хлопчик сможет вот взять противостоять, все это. Ну, знаешь, ну, он же вот, он уже садорос, он купил, мы будем молиться о нем. Я пытался их убедиться, посмотрите, он облигиться, ты знаешь, там или еще там, что-то. Прошло-то некоторое время, подходит его мамка, и в таких слезах, я говорю, что такое? Она говорит, ты знаешь, я говорю, очень проснулась, что-то. И говорит, встала, и потихонечку прошла перед его комнатей, и смотрю, как бы из-под еяло что-то светится. Я говорю, подняла одеяло, а он ночью на своем телефоне смотрит, а мораль не крутит, и она в таком шоке. Я говорю, как да, остановитесь, забери еще что-то. Не может, он облегится, он еще был что-то, да? то, что в краткое время, буквально каких-то несколько лет, они теперь никто не оставляет дома, чтобы он не вытащил из дома, им уже 18 лет, наркотики, наркотики, и так далее, и так далее. И когда сегодня с этими родителями опять я пытался разговаривать буквально месяц назад, и они опять, да что бы не увидеть его, да что бы он из дома не ушел, да еще там что-то, и вы знаете, друзья, я вот смотрю, и думаю, ну неужели вы не видите? Неужели вы видите? Каждый запросай, что неужели у вас нету способности видеть в этом патрус? Неужели вы не видите в этом мире? Неужели это все вот так просто? Да и знаете, друзья, вот опять-таки, да, может быть, такой разговор, который, я думаю, может быть, не совсем где-то и как бы приятный, а ну вот, вся в день, да? Я думаю, мы все понимаем, что без денег жить не можем, нам необходимы деньги, мы пользуемся этими деньгами и так дальше. Но, посмотрите, сколько происходит в нашем мире обольщение богатства, как говорит Писание. Помните, когда Господь говорил вот эту притчу о Сетхиле, и Он говорит, обольщение богатства загружает, смотрите, добрый вспор. Посмотрите, что происходит. И сама вот суть, когда мы все это видим, заключается в том, что люди, вот, ну, говорит, семьи взрослые, да, они поражены просто этим, да, бизнесом, работой, по нескольки работают, уезжают, садятся, тратисты, месяцами где-то ездят, на заработки уезжают, еще что-то, да. Жены сегодня в семьях, они как будто подстрекают мужейки, и они показывают, смотри, как те живут, да, а ты, да если бы ты у меня был умный, да если бы у тебя руки с правильного места росли, да если бы ты еще там что-то, да, да мы бы тоже сидим вот здесь, вот еще что-то, да, расширяясь, вот эту структуру, и мужчины уезжают, и все, все миры уже садятся, в чем суть, чтобы нарушить, вы знаете, я как-то братик задал, у вас здесь даже вопрос, говорит, у нас нужна вот проблема, работе и все, но я говорю, братик, дорогие, вот я бы хотел, чтобы вы узнаете, суть в том, что нужна, что не в чем ухожем, или суть в том, что хочется, хочется получше жизни, получше одежды, дом получше, еще что-то, в чем суть? И знаете, братья, я смотрю, гнулся, и все, мы говорим, да, проще, это можно, тяжеловато, но можно. И начинаешь понимать, что перекосы, сдвинутые вещи, сдвинутые, люди смотрят по-другому, чем об этом говорит Писание. Мы сегодня, когда читаем, Георгий Совет, нас в Сатурганьях приходит, как израильский народ, перед которым дымилась гора, и куда зашел Моисей, все это на их глазах происходит, а они, находясь внизу, через 40 дней, приносят, или делают, вот этого идола, да, и там, приносят жертву, ему иногда же. Мы говорим, перед ними Бог, с вами, и они это делают. А что сегодня? Писание говорит, что серебро-любие, это и есть иного служеба. Вот там, так и написано, Дамин, на строительство храма, сто там золота только подарил. Посмотри, мужик Божий, друзья, опять-таки, не суть, сомнений, генга, не суть, сомнений, генга, а суть в том, что нам говорится с серебро-любие. Вот это пожелание, да, сегодня один перед другим должен лучше одеться, даже своих детей, я хочу, чтобы мои дети, когда зашли, то все облянулись, что, они одеты, да, или что происходит? Вы помните, вы знаете, друзья, я вспоминаю, когда я был еще очень молод, и что здесь жили, мы возле родителей, возле Киева, я на Украине, в Харьере жил, и как-то так, вы знаете, началась только перестройка, там, вот, 87-й год, рекомендуемый. Можем ли мы, глядя на воду, сказать, это не то, это кровь? Можем ли мы, глядя на одежду, видеть, что это смерть с нимой? Можем ли мы это видеть? Или у нас сегодня потерялась способность видеть вот эту разницу? И мы так часто говорим, а разве это приятно? А что здесь греховного? Зачастую мы не способны уже различать даже это. И что более страшное, это то, что чаще и чаще в церквах слышатся, находятся люди, которые, наоборот, где-то разжигают это, и они говорят, что это сервисом, писание об этом не говорит, а еще что-то. Дорогие друзья, но ведь Библия же не энциклопедия, не энциклопедия, где все разложено на все века вперед, как одеваться и так дальше, да, что покупать, что нет, какие-то, как и драк, как пользоваться, явно даже. Ведь сама соня Библии и Евангелия не в том, чтобы нам раскрыть святость и сущность Бога, чтобы мы могли понять, что Ему угодно, а что нет. И тогда мы внутренне понимаем, что это не соответствует. Мы должны иметь вот эти чувствования, как в отвосте Иисусе, и различать, вот эти вещи. Если этого нет, мы обретаем не только себя, наши семьи, наши детей на погибли. Но неужели мы не можем этого видеть? И как мы можем так спокойно относиться на это, глядя на эти вещи, говорить, это просто какие-то серые зоны или еще что-то? Вы знаете, друзья, это все ведет к духовной смерти. Есть такое очень удивительное место, когда мы приходим в Деяние Апостола, и здесь, в 24-й главе, нам описывается о том, что апостол Павел, находясь уже в грузе, и мы видим, что он стоит перед вот суббот, и посмотрите, очень удивительно, здесь мы видим, что он имеет разговор с Феликсом, который, принясь к друзей, и живой, и у Деяния, признал Павла, и слушал его. И вот посмотрите, в 25-й стих, в 24-й главе, читает такие слова, и как он, Павел, говорил о правде, о воздержании, и о будущем суде, Феликс пришел в страх. Суть проповеди Павла заключалась в трех основных мыслях. Он говорил о правде, Он говорил о воздержании, Он говорил о воздержании. Я хотел бы вам задать вопрос, друзья, когда в последний раз вы слышали в том, где-то воздержание. что такое воздержание? Вы знаете, у меня нет возможности убить, ну, будем говорить, сам убить, что он может быть, я не знаю, какая-то, нет, нет, воздержание. Но я поназанимал, лезу из последних сил и купил. А кто-то ездит на Мерседесе, а у меня дешево помочь. Для меня, то, что я ее приобрел, это воздержание. Нет, конечно. Конечно, нет. А мы себе делаем такие вот цар машины, мы говорим, у других, он когда, дорогие друзья, я могу ездить на Мерседесе, но куплю дешевую крошу. У меня есть деньги купить Мерседес, но я буду ездить на дешевую. Это воздержание? Да? Вот это воздержание. Кому Павел говорит о воздержании срыва и тот пришел в страх. Сегодня мне захотелось понять вопрос мы поддавим. Понятно, давай приобретаем и что-что-что. Где вообще понятие вот этого воздержания? Где понятие того, что-то мир? И мы должны каким-то образом иметь правильное это научение, чтобы четко провести разделение, чтобы мир не вошел в путь, не вводил в нас, чтобы это не стало то, к чему мы стремимся, чем мы ждем, чтобы мы не смешались с миром, чтобы мы не стали счастьем, чтобы мы не погибли. и сегодня мы как будто бы этого не занижаем. Почему некоторые не видят? Почему некоторые действительно сливаются с этим дети уходят в мир? А где были посеянные семена, которые взросли и которые привозят плоды на эти дети? да там, где мы сели его именно в эпоху вот этих ценностях, показывали, поднимали, искали его, своей жизнью показывали это. Посмотрите, друзья, что происходит. Люди живут именно это, но потом, когда люди в этот день уходят в мир, то люди начинают задавать вопросы и говорят, а почему? Почему это произошло? Вы знаете, Слово Божие говорили, мы читаем во 2-е послание Корректина 4-й главе, что люди не способны видеть. И написано, что пелена лежит на глазах. Даже чтение Слова Божия не касается их. И вы знаете, что делает у этих людей слепым? Как Слово Божие говорит, Бог мира ослепил умы их. Бог мира вот что делает нас неспособными видеть. Я хотел бы, заканчивая наше время стекло, обратить наше внимание на то, что помимо всего, что мы имеем в семье, вот этого счастья, любви, вот этих детских улыбок, вот этой радости, которую мы испытываем, когда рождаются дети, начинают катеть и так дальше, чтобы во всем этом мы никогда не забыли о том, что Бог веряет нам в великую ценность души. Помните, что Господь мне сказали, что говорит поздно, если человек не обретет весь мир, а душа своя погребит. Или какой вы у нас человек из души смеет? О какой? Вы знаете, друзья, мне это время сейчас будет раскрыть эту тему полностью, да, но я вам хочу сказать, ценность души потенцина, знай Бог и знай Делок. Вот за что идет война. За каждую душу идет битва странная битва. Почему? Потому что дьявол прекрасно понимает, что, как писали, я говорю, начинаем из красной главы Луки, да, в первой главе Луки, да, что сподобившиеся достигнуть воскресения мертвых, они будут как ангелы несут Сыны Божьи. Смерти нет. И теперь посмотрите, дьявол потенциально в каждом человеке видит того, который теперь будет ангелом его, будем говорить, вот его владельцем. И Бог в человеке видит безмертную душу ангела, суть Сыны Божьей. Мы это видим, мы это как-то уходим от нас. Мы радуемся, наслаждаемся общением друг друга в семье еще что-то, но мы забываем, что самое ценное, за что пришел умереть в Господь, это души. И мы так легко души, которые нам верят в Бог, мою жену, моих детей, мы ковечим, заражаем этим миром, даже не давая себе отчет, что происходит. разве это не страшно просто? Я понимаю, что сегодня семья и конференция и может быть больше надо было поговорить о взаимоотношении, о том, как наладить взаимоотношения в ухе, жены, детей или еще что-то. Я бы это хотел, друзья, помните, мы читаем Ефесянка 5-ая глава 4-ой стихи, «Встань спящим, воскресни, встань, это так важно». И поймите, друзья, еще одно которое очень важно это.